Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 757. События дня. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. То есть изобретательством не надо заниматься. Там, где прозвучало слово божественное и где умно сказано. Сергей Игнатов. Это за 8 января 2018 года. Сегодня утро 9 уже. Мы его внимательно слушали, потому что зазомбированы и лишены независимого и самостоятельного мышления. Дорогой брат Роман, мы все молимся об исповеднике православной веры, о его здравии и долголетии, чтобы еще долго звучало из его злотых уст слово Божие, оживляющее души и твоей. Тоже, если не будешь затворять уши свои и не внимать нечестивому духу дьявольской лжи. Это говорит Сергей Игнатов Роману «Малышу». А Сергей-то был здесь летом, он нас видел всех. И у Романа работал, отношения очень хорошие были. Мы молимся Господу воззреть на наших врагов, закрыть их лживые уста, ибо несчестивые не доживут, по слову псалмопевса Давида, и половина своих дней. Мы молимся о том, чтобы Господь по своей милости вразумил их, не вменил им на страшном суде их безумие, суде с большой буквы надо, дал покаяние, если угодно воле своей, примирил их с нами, а замысля и лети коп ни во что превратил. Так что твою просьбу, Роман, о молитве мы уже давно выполняем, но никто тебе не поможет, ни Бог, ни мы, ни наш наставник, златоуст из Потеряевки. Если ты, подарованный Богом людям свободной воли, сам не захочешь своего спасения во Христе. Храни тебя, Господь. Прости меня, если я обидел тебя. Аминь. Твой брат во Христе недостойный Сергей Игнатов. 7-8 января 2018 года. Христос посреди нас есть и будет. В чате Сергея Пупкова дописал окончание по роману «Малышу», которое почему оторвалось от ранее набранного полного текста увещания. Почему-то видно. Простите меня, Игнатий Тихонович, что напрягаю тебя своими письмами в последнее время, но ты для меня воистину как духовный отец во Христе на этой земле. Храни тебя, Господь. Ну вот видишь, Роман, он мне такой же, как ты, этот Сергей-то Игнатов. Отношения наши, да ты ему никогда не говорил то, что я ему говорил, обличал его. А отношения не испортились. Тебе-то ради чего портить-то? Это я попутно скажу, не для чего. Ты разве мне чужой? Я куда не посмотрю, от тебя только одно добро было. Как ты возил, тракториста встречал, как жерди подвозил, да мало ли что где, на машине. Дальше я показываю. Рождественский детский концерт, слово о театрах. Вот здесь надо смотреть. Это ролик такой я выставил. Малыш Роман. Преподобный Григорий Синаид. Надо знать, что прелесть имеет три главные причины. Гордость, зависть бесов и наказательное попущение. Причина же гордости – суетное легкомыслие или тщеславие, зависть и бесов, преуспеяние, наказательное попущение, греховная жизнь. Прелесть от зависти бесов и гордого самомнения скоро получает исцеление, особенно после смирения. Но прелесть наказательную, предание сатане за грех, часто Бог попускает своим оставлением даже до смерти. То есть болеет. Бывает, что и неповинные для спасения предаются на мучительство бесам. Неповинные. А для спасения необходимо. Надо знать, что и через прещенных дух гордости самомнение иногда дает предсказание. Через прещенных дух гордого дает предсказание. Вот и интересно. Крайней степенью прелестного мнения является ересь. То есть от этого берет эти слова и все время вставляет здесь все. Ну, вставляет это все, чтобы вразумлялись кто-то. А сам-то он берет или нет, тоже не знаю. Я думаю, что он пишет открыто это. Малыш, Роман Фроликов говорит, на вопросу старцу поесть о том, как можно понять, находится ли человек в прелести. Он ответил, даже по виду его ты можешь это понять. Прещеный высказывает, выказывает внешне ложное бесстрастие. Кажется, что он смиренный, кроток, но внутри скрывает великое мнение, которое он имеет о себе. Если посмотрите ему в глаза, то увидите, что он смотрит на других несчастных, как на муравьев. Это все неправы, все. Старец, Паисий, Святогорец, духовная борьба. Ну, а тот выставляет Роман. Я прочитал, думаю, да как же он такие слова-то выставляет. Ну, можно было подумать. Ну, как, и патриарх неправ, и все еще на начале, и все. Борьбу-то устроил за что? На бумажке, за буквы. Ну, это Роман, тут же понятно, никакого антихриста нет, претещи нет. Вот напустил на себя эту блаш. 666. Интересно, мне он попросил Роман адрес дать, на кого-то, чтобы посылки приходили. То мне написал 656-056. Ну, это почтовое отделение, Барнавил, он сразу, ну, и тут шестерочные, зашестерились. Ну, явно, что это уже у тебя поехала, говорится, крыша. Ну, это почтовое отделение, три шестерки, и ты уже дрожишь. Здоровый дядька. На бумажке где-то цифры какие-то, и тебе знать это не надо было. И вот всякую мистику это ищет, где ее нету даже в помине. Ну, в почтовом отделении. И твой ответ, он же сохранился у меня, зашестерились. То есть шестерки, как огня, боишься, ненавидишь. Ну, разве это можно так? Какое же твое христианство-то? И вот в этом уперся, все за муравьев считаешь. Кто бы еще ни говорил, батюшка не такой. Митрополит приезжает, да это все же к тебе относится, в первую очередь. Митрополит приедет, в храм ходить не буду. Митрополита, Сергий, их поискать таких надо. Он как будто бы одна любовь в нем. Посмотрите, как он встречает, как бывает. Неважно, у него и ННН есть. Он антихрист уже. Ну, и дальше плетешь и плетешь. Страх-то Божий никакого нету. Тут интересно, что я стал рассматривать, которая вот эту плоскую землю, все, как правило, разведенная. То есть ни с кем не могли ужиться. Ну, маленько-то на себя взгляните. Смотрит на других несчастных, как на муравьев. Но-то вы смотрите, а не мы. У меня любой находит прямо из собаки, и кто бы ни был. И голуби, и все. У злого человека голуби не водятся. Запомни это. Не водятся. Даже в заключении бывает человек уже, выходит голубями занимается, можешь с ним спокойно разговаривать. Это у нас в газете Алтайской правде писали. Роман пишет, привел эту выдержку Романову и говорит, мир вам. Я много раз слышал, что вам нипочем оскорбление в ваш адрес. Что, мол, вы слышали, и не такое. То есть вы выказываете внешнее бесстрастие. Это Роман Проликов ему пишет. Вместе с этим вы сейчас пытаетесь найти в Игнатии Тихоновича какое-то прещение, в кавычках. Имеете о себе мнение подниматься над ним. Вот Роман абсолютно правильно говорит. Когда я тоже думал о том, смог бы я жить у Игнатия Тихоновича. То есть Роман приезжал по Теряевку, а я его выпроводил отсюда через полтора дня. Тогда мне будет большим препятствием условие никого не учить первые два-три года пребывания в общине и только внимать и благовествовать без научения. То есть засчитывать. Я вижу на примере Романа Малыша, что не зря такое условие продиктовано. Это я ему сказал. Он приехал жить, как к крещению готовится. А я просто в буквальном смысле прогнал его. Сергей Игнатов. Христос посреди нас. У нас православных христиан есть великие учителя и прежде всего единый божественный учитель, Господь Бог, который через своих пророков, движимых Духом Святым, апостолов, евангелистов, дал своему творению человеку Святую Библию. Господь возник для своих чад церковь, которую не одолеют врата ада, то есть всяческие ретики, и обещал быть с нею, своими рабами до скончания века. Какое глубокое удовлетворение и радость испытываешь, когда читаешь Священное Писание и особенно потолкование святых отцов, которые помогают постигнуть смысл божественной мудрости, заключенной в Слове Божьем. У меня один тут пишет, Рустам, не могу читать Библию с толкованием, не могу крест носить, он жжет вроде меня. Вот и весь ответ. Да как же так, Рустамщик? Крест тебе не нужен, а с него тогда все у меня нормально. Ну что, непонятно-то, что это? Это одержимость бесовская. И, как правило, это все разведенное. На чем пойманы-то были? Да еще волшебствами там занимались с ними, навешивали всякие мешочки на них. Никакие богословы, которые зачастую пишут сложным, заумным языком, не дают и не могут дать того, что мы считаем, например, в Евангелии. Сколько там помудрых, поучительных посланий, которые легко воспринимаются умом, без всякого толкования, но с толкованием святых отцов гораздо глубже. Считая эти строки злые, сатанинские духи наверняка будут нашептывать заблудшим душам, что автор этих строк зазомбирован, льстит Богу и его праведникам, восхваляя их, выражая свою радость и восторг от слушания и понимания Слова Божия. Так я иногда слышу от некоторых, что воздавая хвалу ныне здравствующему исповеднику православной веры и религиозно талантливому проповеднику, впадая в лесть или заблюде, какая ложь! Прослушав многих православных по своему талантливых проповедников, моя душа расположилась больше к нашему наставнику и учителю во Христе, который больше, чем мы вместе иззятые, потрудился на Божьей Неве в качестве соработника Божия, Христа. Как же любили апостолов своего божественного учителя, но по Божьему попущению нашелся и такой, кто разочаровался в нем, не удовлетворив через него своих тщеславных надежд. А таковых писал апостол Павел, который, отступив от учения Иисуса Христа, вышли из его церкви и стали враждовать против святых его. Не будет удивлением, если в свято-анфимовскую и крестовозвиженскую православные общины русской зарубежной церкви или в чат по исследованию Святой Библии по Божьему попущению будут вползать скрытые до поры еретики, чтобы нанести свой ядовитый уксус, укус ее руководителям, внести в ее ряды дисгармонию и смущение. Помогай нам, Господи, вовремя распознавать угрожающую нам опасность и с Божьей помощью поражать мысленных врагов силой молитвы. Аминь. Спаси Христос Игнатий Тихонович с большим удовлетворением смотрел рождественский концерт детей прихожан крестовозвиженской православной общины и выражая свою благодарность детям и их наставникам, мне бы хотелось, если есть такая возможность, получить от организатора концерта, в скобках Татьяны Дмуха, комплект всех документов, стихов, песен, театральных сцен, по которым готовилось это мероприятие. «Храни вас Бог, истинный духовный отец Игнатий Тихонович, священник Александр Шипилов, который 20 лет назад согласился, чтобы я был его духовным чадом, после моего увещания, его брата отца Николая, настоятеля нашего святотихоновского прихода, не стал отвечать на мои редкие к нему телефоны и звонки». Это все Сергей Игнатов пишет. Я отвечаю, не знаю, как это сделать, переслать-то. Это Надежда Дмуха, Савинцева. Показал где. И далее я пишу то, что вчера подвел итог. «Имея огромное сокровище на нашем православном библейском сайте, во свете Библии, показываю, как вот к истине один народ.ру, насчитанное мной в 70-е годы прошлого тысячелетия, около 50 книг в аудио. Мы не могли сделать их более доступными для жаждущих, получить их. То есть они на сайте стоят, и все. И нет, не видно ни посещаемости, ничего. Но жалобы были. В каком-то формате там пейджмейкеры у нас, программы нету. Мы молились, чтобы Господь наш дал добрых помощников. И на 37-й год, 37-й, Бог дал сразу четыре помощника почти в один день. Ни с одним из них мы до сегодня ни разу не встречались и не знали их. Но из них Крючков он уже около года назад занимался златоустом. И мне высыл, но я не обратил никакого внимания. Подумал, что он просто по файлам. Он что, в видео перевел, не знал. А теперь-то, когда я ему ответил, и сразу загорелась работа. То есть фактически он раньше сам этим занялся. И все это засохло и стояло по моей вине. А тут сразу одновременно. Я сразу пересчитываю, кто. Андрей Недоступ, Андрей Крючков, США, Сергей Новиков и Сергей Евтушенко. Они сами вдруг откликнулись и предложили свои услуги. Лука, 18-7. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Интересно тут. Женщина одна из моих картинок, такие составила ролики, ну прямо, это, картины. Я ее знать не знаю по сегодняшний день. И вот они в моем мире, ну там тоже речь идет не о тысячах людей, которые есть, очевидно. Много людей-то. И они там по всяким годам, одна там Валентина, вот там какая самая интересная характеристика, год такой-то, год такой-то. И вот год 1939-й, и она по нему не один раз меня уже выставляет, номинации там и пишет там, пишет вот по детскому лагерю, у нас там закрывает, то есть очень-очень расположено. Я ее не знаю. Они вскрыли склады с несметными сокровищами и сделали их доступными для многих. То есть с сайта брали. Святая Библия, 156 файлов. Я сказал, если делать будете, то что были, ну там, 35 минут, вот так, не меньше полчаса. Святой Иоанн Затауст, 1262 файла, потом еще были добавлены с первого тома. Жития святых, 682 и плюс, примерно 350 вышли раньше, другой человек делал. Архипелаг ГУЛАГ, 76 файлов. Добротолюбие, 5 книг, 230 файлов. Книга Григория Дещенко о вере, о надежде, уроки и примеры христианской веры, уроки и примеры христианской надежды, уроки и примеры христианской любви. И дальше из области таинственного, о душе. Вот поскольку файлов. А всего это 407, 407. И книги «Открытым оком», 33 тома не поврось, теперь они прямо стоят в ютубе. «Для Слова Божия нет уз», «К истинному православию», «Стихи, церковь, свобода, тюрьма», «Проповеди в стихах», 4 тома по 800 страниц, «Симфония на жития святых», «Симфония на неконические книги». Итого 9 книг, файлов. Дальше я насчитывал «Отец Арсений», а «Вакуум Протопоп», почему-то дважды, видимо, две насчитки было. «Каноны церковные» 6, «Феодорит Кирский» 8, «Святник» 7, «Апокалипсис, Толкование» 11 файлов, «Игнатий Бринщининов 8», ну, люблю я его или нет, а то начинает там, я об Игнатия Бринщининове, сказал мне, рожденный свыше, ну и сказал еще это, я нигде лишнего не говорю. Мне вот это сильно-сильно заинтересовало, что Роман вдруг начал собирать все, кто про меня плохое говорил, но это уже совсем на разрыв пошел. Где я говорил там о Филиокве, речь-то идет о шестерке. И зачем ты, Роман, это все собрал-то? То есть ты не расположен был? Как говорит, не заслал ли казачок, а так вам был? Даже предположить этого не могу. Ты очень добрый, будешь считать, слушать это. Но это-то зачем? Гляжу подряд все собирает, где обо мне кто плохо говорил, гребет и гребет в кучу. Да ты что, на помойке что ли? Не было у нас с тобой бесед прекрасных. Не ночевал ты у меня здесь? Ты мне не помогал разве? Что с тобой случилось-то? А вот шестерки тебе смиксерили голову. Твоя голова на шестерку похожа. Когда волос поднимается, голова круглая, а сверху завиток. Шестерка. Отойдите от Романа, он уже защипирован. Что ты защипирован, тут сомнений никакого уже нету. Потому что ты везде покупаешь и продаешь. Машину продал, покупаешь, нагрузил КАМАЗ с прицепом. А у кого не будет, тот не может ни продать, ни купить. Ты сам доказываешь, что оно у тебя есть. Все есть уже давно. Я смехом говорю. Ничего этого нет. Ты надумал на себя, сатана, и на это лжи. Мы молимся все время, что духа лжи отогнал от тебя Господь. Ну нельзя, я же что там знаю, что это собирать буду-то. Я говорю, что дух святой от отца и сына исходящий. И что? Ты мне в вину ставишь? Ты что-то меня решил не спровергнуть? Я это об Игнатии Бринчаниновой сказал. Ну сказал еще дальше. Тебе-то зачем это нужно? Теперь не в строку совсем подсовывать-то. А ему говорят, ты Игнатий сколько насчитал? Я распространил Игнатия Бринчанинова насчитал, когда его знать не знали. Его только-только колонизировали. И я его распространил. Восемь файлов. Каждый файл два часа пять минут. Ну ты-то что-то сделал это или нет? Игнатию Бринчанинову. Я разве символ веры изменил? Нет. Сейчас на меня никто не запрещает. То есть ты хочешь показать ябяка. Потому что у меня паспорт заграничный. И мне же поставили знаки шестерки на лбу. Ну ты дуришь же. Я крещу искрестным знаменем. Знаменем и ничего нет. Ефрем Сирин, семь. И Анкраштадский. И так, четырнадцать. Проповеди в аудио. Мои. Нашли четыреста сорок три. Ну у тебя сколько проповедей можно видеть? А твоих проповедей? Ну ты заранее скажешь, нуль. Так у меня-то взяли из трех тысяч. Три тысячи проповедей только сохраненные. От этих проповедей сколько людей обратилось-то? Ну мы не на равных говорим-то. Ну что ты? Ты разве чужой ты приехал-то? Ну езжай Герману Стерлигову. Ты ему нужен там? Все уже. Готов все бросить только что. Сатана как на цепи щенка бьет об забор. Всего три тысячи четыреста тридцать девять. Ну тут еще некоторые ставят. То есть три с половиной тысячи это определенно. Там жития еще наберется с седьмого века. Еще не рассмотрел Сергей Евтушенко. Я говорю, выходят на наш видеоканал. Во свете Библии открытым оком. Вот он где как видится. Но у нас там девять тысяч двести роликов. Девять тысяч. Ну понятно, что у тебя сколько ни одного. Ну чего ты нападаешь? Ты питайся, что тебе здесь дают-то. Ну зачем тебе? И сразу дедушка Игнатий. Да это никогда не говорил. Дедушка, в дедушке еще я тебе не гожусь. Гожусь? Может быть, ты годишься мне в сыновья. Еще сорок лет и дедушка захотел. Я и в дедушке-то не гожий. По живости. И дальше я пишу. Наша молитва благодарности открывает двери для новых благословений с неба. Евреям 12.22 Как я благодарю Бога, святых, ангелов. Всех благодарю, что Бог дал четырех человек, которые так помогли. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства. То есть Никола, чудотворие, святые, ангелы, архангелы, пророки, мы все молимся. И ты был, видел это. И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. И в Солом 103.35 Да исчезнут грешники с земли беззаконных, да не будет более. Благослови душа моя, Господа, Аллилуйя. И вот сегодня интересно во время утреннего богослужения, моления мы, передо мной пушинка одна, на одном месте стоит, и маленькая-маленькая. Потом я взял бумагу напротив, чтобы отобразить, оказалось, паучок. Я написал, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Это прища Соломона, так будет называться у нас ролик этот. В данный момент я его уже ужал и закачиваю. И какие мысли породило это слово «лапка» от фамилии. Один раз в Библии встречается, в 77 книгах. Один раз. Понятно? Вот это я считаю, что... Ну а кто может сказать, что у него лапки нет? Малыш, ну твои родители, кто там были? Я говорил, как у меня фамилия происходит. Малыш, у тебя обязательно связано это с малым ростом. Или еще с чем-то. Ну у кого дается? Если говорится, что Кузнецов, значит, Кузнец, прадед был, там, Курицын, что-то Куриц держал, Петухов. Ну почему здесь не называют страусов? Потому что их не было страусов. Почему здесь? Ну других-то нету зверей. Это жирафов ни разу не встречал, а их нету. А Собакин есть, Собачкин, Собакевич. Такие есть. И птицы такие экзотические, фламинго. Фамилий такой нету. А такие фамилии, которые отец Гусев, Гусинский, этот миллиардер удрал отсюда в Испанию. Вот. И фамилия почему-то дается. А у него как Лапка? Как человеку Лапка? Не Лапин, а Лапкин. Уменьшительная. А оказывается, у меня прадед был, тетка рассказывала, тетка Анастасия Лапкина. Дядя моего, отец у меня Тихон Дмитриевич, а у ней муж был Степан Дмитриевич. И вот она это все знала. И она говорила, дядя, он работал каким-то там писарем или кем, у него был каллиграфический четкий почерк. Про такие говорили, ему только на деньгах расписываться. А на деньгах стояла подпись главного банкира тогда. Он уже умрет, а подпись вот так и стоит на деньгах. И он, когда пошел на пенсию, то люди стали обращаться, написать какую-то просьбу там, или жалобу. И он писал, его узнавали по почерку. И чтобы почерк был кривой, он научился писать ногой, лапкой. Его так и позвали, а вот лапкой пишет он, такая поговорка была. И Лапкин, когда давали фамилию в это время, ему его уже знали, он такой, и дали фамилию Лапкин. Это связано ни с лапкой, ни с зверей, а с почерком. Чтобы уменьшить его красоту и привлекательность, он пошел на то, чтобы писать ногой, чтобы его не узнавали. Чтобы письма не задерживали. Ну и показать надо наши ресурсы сегодня. Что у нас есть? Вот мой мир. Мой мир очень богатый. Это 21 тысяча фото наших. Ну найдите, где у кого в интернете, ну там где, в сайтах, в живых журналах, в контактах, в одноклассниках, в фейсбуках. У кого 21 тысяча? У кого роликов столько? 9 тысяч 200. У кого? И они всю жизнь показывают. Как я лежу, даже спать лег. Интервью берут у меня уже под одеялом. Купаемся, в баню идем, с детьми занимаемся, играем, плаваем, строим, обедаем, ужинаем, в храм идем, из храма выходим. Собрание неосипов никто не покажет. И у них если под часами Смирнов, то под часами он там и засохнет. Никуда не пойдет. Почему? Ну вы не увидите, где бы даже такие известные, которые выступают, то была жизнь. У нас все открыто. А сколько у меня тут бесед и какие, и заканчивается иногда не так, как и хотелось бы. Все есть. И поэтому, ну, маленько-то надо, говорится, соразмерять. Вот уведомление сейчас я первое. Что такое плюс ставят? А что ставят, на что неизвестно. Вот Александр Ловецкий. Что-то ничего нету. А, у меня заказчика идет. Что-то ему понравилось. Евгений Давыдкин. Ну, понятно, это я тогда уберу. Второе, это у нас личный, ленточный, сказать, форум. Вот он как выглядит православный. Форум Игнатия Лапкина. 1600 тем. Тут главное вот это новое сообщение, нужно нажать, что на первую страницу. И вон там дальше общий поиск. Не поиск по темам, а вообще легко регистрироваться. И вот интересно, в течение года ни одного отзыва нету, фактически. Этот год последний. А заходит сейчас 400 человек в день. 400. Это непроходимый двор, где там миллионы заходят. 400, но это постоянные клиенты. Выходит, мы вас давно считаем духовным отцом. Мы познали, были сектантами. То есть, как Павел Бачков пишет, доктор богословия, Бачков. Можете зарядить, узнать. Где-то в Норильске или где-то он. Павел Бачков. И он говорит, на Игнатия нападают. Ну, вы сами-то посмотрите. Там объявляют, он еретик, он то другое. Ну, тысячи человек, которые пришли в патриархию через него. Тысячи. А они вас мимо прошли. Ну, вас-то кто пришел? А Господь-то будет судить, наверное, и по делам. А не потому, что кто-то около моей колокольни бегает, мочится. Есть другое. Подвизгивает вокруг моей колокольни. Вот эта колокольня стоит. Дальше канал. Православное видео. Открытым оком во свете Библии. Вот он здесь. Все. 10 миллионов, 660 тысяч, 422 просмотра. 10 миллионов – это цифра. И 11224 подписчика. Я каждый день выставляю 10 роликов. Ролики очень интересные. А это мне загружает администрация. Работают. И вот все под замками. Значит, мне надо будет снимать когда-то эти замки. Ну, когда завтра по одному считают. Это Библия, начитанная мной. Архипелаг, ГУЛАГ, Златоуст. Вот отдельно Отец Арсений. Аввакум, Протопоп. Вот это все. Это выставляют события дня на каждый день. Вот все это нужно выставлять будет. Это от замки под замками. То есть я не закачиваю. Закачиваю один, два – это оно от силы. Добротолюбие, пять томов. Ну, где это такое сокровище-то? Вам только надо питаться. Сатана же вас дергает так. А я уйду тогда. Ну, куда ты уйдешь-то? Если наше в тебя попало, уже не уйдешь. Зазомбировали, как говорят. Дальше проповеди мои тут. Вот я здесь тоже показываю, где. Вот тут еретика после первого, второго разумления отвращайся. Это сколько? Один день назад. Тысяча четыреста тридцать четыре просмотра. Так у нас кто смотрит, это не проходим какой-то прошелые прохожане. Нет. Это, вот, допустим, рождественский детский концерт. Девятьсот четырнадцать день назад. После праздничного обеда слово, я сказал, тысяча двести пятьдесят шесть. Один день назад. Вот. Ну, остальные – это меньше. Вот где-то, допустим, добротолюбие, я считаю, тут сто. Вот, даже меньше бывает. Сейчас покажу. Во время богослужения утреннего на Рождество. Слово о Рождестве. Ян Глатаус сказал. Сто девять просмотров за день. Ну, это не за день уже, второй день идет. Ироним Стридонский – семьдесят одно. Видите, как мало. А вот дальше, часть богослужения – семьсот шестьдесят один. Вот. Тут в детскую, как мы заходим, шестьсот восемнадцать. После Рождественского богослужения праздничный стол – тысячу шестьдесят один. Обеда «Слово о взгляде на все дела» – тысяча двести пятьдесят шесть. Детский концерт на девятьсот четырнадцать. То есть, ну, мизерное посещение. Но оно посещение. И дальше во свете Библии. Это наш православный библейский сайт. Вот с него как раз это взято было. Вот здесь вот написано «звук и видео». Я сейчас ткну в него «звук и видео». И откроется. Не сильно открывается, потому что закачка идет. Видишь, страница недоступна. Ну, недоступна. Жалко, конечно, кто показал. Страница недоступна. Ну, что сказать-то? Нету, значит, не смогли зайти. Ну, нету. Нету, жалко, конечно. Может быть, надо было бы вот так вот войти к истине. Сейчас попробую, может быть, зайдет. Он был, я попытался перейти на другую страницу. Никак. А вот канал во свете Библии. Так, во свете Библии. А вот еще канал, и идет загрузка. Вот сегодня притча 30-я глава, 28-й сих. Паук лапками сцепляется. Загружено 38%. Осталось еще на 54 минуты, и он выйдет. Вот так. Опять три человека. Сегодня больше 20 комментариев. Это для нас вообще... А то комментарии не все матершинные. Почти все. Матершинные. То есть, Господь попускает, чтобы в это скопище вся эта кодла, вся эта лезла и лезла. Материат, любой ролик, разницы нет. Златоусы считают, тоже нападают. Библия насчитанная тоже не по делу, лишь бы только. Ну, ему надо знать. А ему зачем знать-то? Он опорожняется, испорожняется здесь, и все. И вот, хотел сказать, сейчас я перешел на 11-й, на моем сайте здесь, по темам разбито, в 55 папах. До этого было государство, а сейчас грех. Г-го, государство, а ты, г-р-э, грех. И вот один вопрос. Сейчас. Вопрос 1554-й. Шестой том открытым оком. А вопросов этих 3467. Кажется, так. Нет. Неправильно сказал. 4124, кажется, вот так. Расставляя по полюсам разные нации, вы сказали, что на одном полюсе евреи, а на другом цыгане. Это в университете записка поступила, я отвечал. О евреях говорили не раз, и что у них есть будущее. Хорошее или худое оно, но оно есть. А есть ли что-то положительное у цыган, то, что и мы могли бы взять себе в назидание от них. Ну вот представьте, что это задают вопрос Осипову. Он будет отвечать? Или как огня боятся еврейскую тему поднимать? А у меня по еврейской теме написано 3 тома. 3 тома по 752 странице моей книги. 23-й, 24-й, 25-й. Ответ. Русская нация как будто вдруг проснулась и кинулась догонять американский образ жизни. Вдруг все женщины, даже старушки, маленькие девочки залезли в брюки. Как кто-то на вождение наслал на нацию. А это все и было в народе, просто выхода не было. И так как более 80% населения русских, как говорят церковники, ходят в храм, то пусть бы они включили в действие образ жизни от цыган. И что-то пока не видел. Цыганок я в шортах и брюках-то. Вот в этом они более стойкие. И в этом нам полезно взять у них. Если бы священники были православными в православных храмах, то они бы держались за Библию, за каноны. А на первой же исповеди приходящих могли бы осадить на их скользкой богомерзкой дорожке-то и помочь выскоблить закваску мира из них, расспросить, не носили ли мужскую одежду. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающийся я. А как же шотландцы мерзость? И весь ответ. Шестой Вселенский Собор, 62-е правило, гласит, кавычки, «Определяем никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную. Посему тех, которые отныне, зная сие, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, есть ли суть клирики, повелеваемый извергать из священного сана, то есть уже он священником не может быть, если же миряне, отлучать от общения церковного. Ни о каком причастии больше разговора нет». Шестой Вселенский Собор, 63-е правила. Они попы его не знают и начинают объяснять. И не выгнать не могут ничего. Сколько я слышал, смещенники оправдывают все. Задают даже митрополиту, да ничего, да это у ней ширинка сбоку. Ну, то есть, скособочились. Гангерский Собор, 13-е правило, кавычки. «Если некая жена ради мнимого подвижничества переменит одеяние и вместо обыкновенной женской одежды облечется в мужскую, да будет под клятвою, то есть проклято». Вот тогда бы этих гей-парадов не было. Не было бы лесбиянства и не было бы скотоложества этого. Утишили бы. А попы потворствуют этим, потому что многие в этом пойманы. Особенно, которые целебат принимают. Переводец «целебат» говорит, а «целит баб». То есть, вместо юбок и платья женского не носили ли брюки, штаны, рейтузы, шорты, брючная пара и прочее подобное. И таких обрели бы немало, и всех бы их тут же под эпитемью хотя бы на полгода. Это было бы и законно, и спасительно. А кроме того, цыган, они, жены-то как мужей слушаются, он они грома нигде слова не скажет. Он ее вымушровал, а у русских-то как, подкаблучники сплошь и рядом. У цыган поучиться надо. Цыган посылает ребенка в деревню молока купить. Табор остановился с деревней рядом. И бещом порит. «Дядька, за что? Что бы я больше не проливал? Да я еще молоко не взял! Ну, заранее тебя дерут. А когда прольешь, чего зря тебе драть-то? Так и здесь, заранее надо учить. Но нет всего и быть не может. Как священники отлично понимают, что жизнь их зависит напрямую от этих омужившихся существ с необъемными кормами? И хотя на дверях храмов иногда и пишут, что в рюках заходить в храм нельзя, но что значит не заходить? Они же пришли спасаться и войдут. Если нельзя в храм, то как же весь храм-то свой, то есть тело-то твое, одевать в то, что мерзко перед Евовой? Соборы предают клятвию, то есть проклятию. А нашим попам это трын-трава, они же кроткие, мирный дух в них. Вот без пробела одним словом пишутся вплостные слова. Всех люблю, никого не осуждаю. Это такое имя им дают. Всех люблю, никого не осуждаю. Одним словом, без пробелов. И вокруг них тысячи спасаются, в кавычках, ежедневно, в мерзости нераскаянной. Даже вот одно это дело они не спроводят никогда во веки веков. Тоже приспособились. У нас, интересно, был один только собор Покровский. И вот как на выход священники выходят, человека четыре. Ну, больше это трудно было набрать-то. Как только они отстояли здесь, сразу нырнули. И так интересно тут, у них прямо около алтаря сход в кочегарку. А из кочегарки, там, ну, не кочегарка, а там внизу Серафима Саровского, предел, покойников отпевает. Они-то опускаются, оттуда выходят, и на улицу уже без рукавки, футболки, матушка под боком, и что? И на колеснице или куда-то. Какое состояние? Меня один поп тут пригласил, печку ему надо сделать. Я печку делаю. Священник-то хороший. А тут приехал к нему тесть. Держит попенка на руках, под иконами сидит, но, кажется, не курил. Курит, наверное, на улице. И поет. Пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это. Хорошо поет. Поповского сына качает, тут же по подья ходит, никто ничего не говорит. Ну, мне до того смешно за власть советов. И в его комнате, и под иконами. Это вообще картина. Не хватает плаката, как у нас тут на повороте дороги, на Красноармейский проспект. Там есть такой мостопоезд 140. И большой мусорный ларь стоял. А вверху большой портрет Ленина. Ленина так из-под мурашки косо смотрит, подлец. И написано, верной дорогой идете, товарищи, верной дорогой. А нас на машине везут открыто. А мужичонок там стоит, пьяненький, держится за этот, за ящик-то мусорный ларь. И приплясывается. А на нем верной дорогой идете, товарищи. Как в Томске. Там памятник Ленину. И с одной стороны зайдешь, он рукой показывает в храм. Говорит, вот мы ходим в храм. Нам товарищ Ленин показал. И дальше. Тогда поучитесь у цыган, которые получили от своих баронов наказ не подражать в форме одежды иным нациям. И твердо это держат. А здесь повеление от Бога Савауов, от святых вселенских поместных соборов. И ноль внимания. Разве нас не касается, что Бог за это будет предавать смерти? Вот как важно хранить наказы и завещания своих отцов, если они не вредят духовному. Иеремия 35, глава 14, 18-19 стихи. Слова Иоанна Дава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим. Не пить вина. Выполняются. И они не пьют до сего дня, потому что слушается завещание отца своего. А я, Бог, непрестанно говорю вам. Говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. А дому Рехавову, сказал Иеремия, так говорит Господь Савауов, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Иоанна Дава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступайте, как он завещивал вам. Зато так говорит Господь Савауов, Бог Израилев, не отнимется у Иоанна Дава сына Рехава муж, предстоящий перед лицом моим во все дни. Что это? О священстве или о чем? Жизнь Рехавитов в отношении пастбищ и домов очень похожа на сыганскую. Он заказал им дома никогда не строить, ничего не сажать. Это им сгодилось, когда враг напал. У них ничего не посажено, они снялись и пошли. Вот они сарматы, откуда и появились. Интересно, их нагоняли, кажется, римские войска, и они все время уходят и уходят. Ушли в горы, они тогда послали посла. Почему вы уходите и не сражаетесь с нами? Он говорит, а зачем? Люди сражаются, защищают дома, у нас их нету. Они защищают, у нас палатки мы сняли и все. А они защищают поля, а у нас их нету. Скотину мы угнали. Но, если вы тронете наши святыни, вы узнаете острие наших мечей. То есть они все воинственные, такое племя, как Спарта. А эти сразу говорят, а где ваши святыни? Мы их сейчас же тронем. Нам охота вызвать вас на бой. Они говорят, наши святыни уже прошли, вы их не тронули. Да, а мы вернемся. А что? Кладбище. Гробы наших отцов. Дым Отечества развеялся. Гробы отцов, да кому, зачем мы их будем трогать? Ну, вот это и оно. Поэтому у нас осквернения памятников нету. Он сразу будет убит. Ходят на кладбище, ломают. Тут на кладбище зашли больше ста памятников, раскуростали. Ну и что? И вот на сегодня, считаю, пока хватит. С Богом.